приветствую господа художники-моделисты давненько я не выпускал подкаст в формате беседа с художником приятного прослушивания а также ты можешь заглянуть в описание к ролику и в первый закрепленный комментарий там ты найдешь ссылки на работы данного художника здравствуйте слушатели наши радио теле сегодня мы говорим с иваном серовом он же мистер среда он же оригинвальд правильно правильно здравствуйте давай я задам тебе первый вопрос какой опыт у тебя есть художественный возможно который помогает тебе красить модели сейчас или образование может быть есть у тебя художественное самое смешное что у меня кроме вот модели нет никакого художественного опыта и никакого художественного образования то есть полный ноль совершенно я могу рисовать карандашом но выходит не очень ну то есть лучше чем у там 80 процентов людей но это все еще не очень хороший рисунок вот примерно так и кстати под нехватку образования я ощущаю крайне остро именно классического художественного да это действительно помогает потому что если опираться даже на понятие цвета но наверстать всегда можно достаточно учебники даже те же советские какие-то взять там дается какая-то такая база которую многие люди на самом деле чисто внутренне ощущают но когда она как-то формализовано до записано то бывает даже помогает где-то нащупать слушай в целом так самообразование это каждое дело хорошее но ничто не заметит нормального курса обучения продуманного именно поэтому я не хватает мне чувствую нехватку эту потому что ну почитать книжки о теории цвета это понятно как бы там ничего особо сложного нет это как говорится не ракета строения проблема в том что иметь базу хорошую то есть хотя бы как мы пришли к современному искусству вот этот весь путь и без нормального образования конечно это не так то просто понять книжки книжками обучение обучения но это уже больше наверно ты говоришь про культуру общую до если мы говорим про период какого-то классицизма переходу к современному там модерну постмодерну всему не только там же элементарно менялись принципы вообще работы с цветом как таковы на протяжении всей вот этой художественной истории то есть то что мы имеем сейчас лгатиках она все равно имеет корни именно в общей художественной деятельности я думаю что она даже где-то догоняет скорее потому что особенно вархаммер какой-то он скорее догоняет но догоняет не догоняет а принципе то те же по большому счету это же не что-то отдельное в вакууме поэтому как бы образование вещь все-таки крайне полезно безусловно особенно наверно с помощью образования можно избавиться от нравиться не нравится смотреть на творчество с более таких технических позиций когда ты можешь объяснить что получилось а что не получилось и может быть даже это будет в разрез с условным мейнстримов когда ровные какие-то переходы ценятся больше чем какая-то задумка это да это да давно ли ты пришел в покраску солдатиков как и как это началось всего 8 лет в отличие от предыдущих твоих собеседников у меня не очень большой опыт конечно началось это с довика как у всех но между довиком и солдатиками тоже был преизрядный перерыв потому что вышел он на каком 2004 2005 году по моему вот и я естественно был увлечен в свое время гуглил гуглил учетом еще по нему есть на гуглил что оказывается аж есть целая вселенная есть настольные игры какие-то миниатюры но пришел я к этому спустя лет наверное 7 то есть в течение этого периода был какой-то момент когда я купил каких-то морячков звездовских не помню и гуашь намазал их кончил все это понятно тем что я их выкинул и еще очень долго к этому не возвращался а потом уже будучи более-менее взрослым человеком я почему-то опять об этом задумался вернулся купил какие-то модельки купил краски начал потихонечку красить влился в игровую тему вот примерно так тоже тоже та же система когда сначала игра а потом модели но у меня примерно тоже было немножко только пораньше я недавно фар игры по вархаммеру это было тени рогатые крысы и dark common тогда еще тут минске модели условно не было да это были какие-то там переливы и какие-то там три коробочки продавались на книжных развалах это были какие-то там 99 2000 год но потом уже свет на это перерастает в модели покраску модели и в игру а играл ли ты вархаммер вообще затянуло ли те сам процесс игры да конечно играл я кстати хочу уточнить я все не совсем так обстоит меня в принципе изначально интересовали больше миниатюры просто почему-то у меня сложилось такое впечатление что без игры в вархаммер а миниатюрах речи и не может идти то есть зачем мне их там ставить на полку как я научусь красить что был меня миф в голове что нужно вливаться в сообщество и играть и тогда все будет нормальные с миниатюрами потом конечно все развеялось но начинал все именно вот на с такого амбивалентного положения то есть вроде как минчики хочется но надо играть но и да да я играл у меня была армия которую я потом продал как игра вархаммер он увлекает только поначалу когда ты не знаешь других варгеймов я думаю здесь наш такая немножко система выстроена что непосредственно варгейм если мы говорим о вархаммере он стоит самом последнем пункте то есть ты сначала должен купить модели зачистить модели покрасить модели причем правила постоянно меняются модель постоянно меняются и этот момент именно самого игры на столе он производителем как можно оттягивается на дальний срок а потом ты начинаешь играть и ощущение что а почему так все плоско что все вот то что ты делал до этого зачищал конверт красил все ты делал зря и наверное единственный путь вот по крайней мере который у меня на данный момент лишение вот этой вот боли проблемы что твоя любовь какой-то эстетики или там любовь к миру к моделькам лучше всего играть с людьми которые расслаблены которые не воспринимают игру как какую-то спортивную спортивный метод достижения доминации на то есть скорее ты покупаешь модели красишь и делаешь это больше для себя особенно когда у тебя есть там несколько друзей которые тоже там покупают модели красят модели и играют не запариваясь то что вот в этом году нужно не знаю пять мельт а в следующем году нужно пять плазм в отряде ну да отсутствие соревновательности в игре самое главное то есть не не сводить все это к соревнованию кто из вас выиграет а разыгрывать на столе какую-то историю к сожалению как то вот вокруг warhammer именно сложилось такое сообщество что хочешь не хочешь если насильно не ограничивается круг с кем играешь что в итоге все равно все приходит именно к соревнованию меня вообще сейчас забавно забавляет то что раньше в двухтысячных начале двухтысячных как бы была такая проблема у тех кто там составлял каких-нибудь рост разогномов на пяти пушках ему говорили на форуме там товарищ а ты вообще нашел себе оппонента кто готов с вот этим играть вообще то есть сейчас ощущение что ты обязан играть с тем что тебе не нравится это то же самое что прийти в какой-нибудь спортивную секцию и где не знаю там по боксу и там те сразу же ставит какой-нибудь кандидата в мастера спорта который там еще и на 10 килограмм тяжелее тебя ну 10 это даже мало на 40 окей и плюс еще составляющая пай ту винда когда модели которые вышли сейчас и которые нужно продать будут иметь более простые даже знаешь они будут не то что интересные правила у них а более простые правила которые позволяют там стоять диплойки раздавать всем и вся там вообще то есть модели ты можешь просто купить модели которые актуальны и получить бонус уже на столе ну как доказывает питер лучший вариант варгеймов это сообщество единомышленников как раз то есть вот как-то я описал описал да вот людей которые заинтересованы примерно в одном и том же но это сложно осуществить но наверное тут какой-то внутренний возрастной ценз на когда ты имеешь в жизни какие-то самореализацию помимо игры в модели и ты как-то воспринимаешь проще какие-то неудачи там на столе и у тебя нет такого потребности закрывать гештальт что вот у терминаторов у моих там не знаю щиты а сейчас нужны не щиты и вообще терминаторы не нужны на работе ты я сторож зато в солдатике я кого хочешь нагнул вот примерно так это да хорошо красить ты начинал сам или все-таки опирался на опыт гайдов или может быть опыт обучения у какого-то художника или у художников суши я был довольно самоуверенный я и сейчас довольно самоуверенный и я как-то начал вот нет я начну сам я все и так пойму все разберусь результат меня не удовлетворил и я полез искать собственно а как как вот этим заниматься как сделать чтобы было красиво и обращался гайдом но не знаю копировать гайды по моему ну полностью копировать переносить на свою работу это такая себе идея хотя для начала стоило бы и так вот персонально я конечно ни у кого не учился ни на каком мастер-классе я с роду не помню в одного художника но гайдом до обращался потому что особенно если у тебя нет образования нужно хотя бы понять как это работает и прошло восемь лет в течение восьми лет когда пришло понимание что я с этим хобби надолго или даже может быть это хобби станет моей работы где-то наверное посерединке посерединке потому что я красил все больше и больше мне нравилось это все больше и больше и посвящал я этому куда больше времени чем раньше и самое главное наверное это важно просто для тех кто действительно там планирует этим заниматься что в итоге чтобы не происходило ты можешь заниматься конкретно в этот момент тем тоже чем-то что тебе не нравится в покрасе но в принципе эта деятельность должна приносить удовольствие процессуально сам процесс покраски ну и результат естественно без этого никуда но учитывая длительность этой деятельности то есть сколько уходит на модель мне кажется вот это самое важное чтобы тебе нравился процесс и в какой-то момент я понял что мне нравится настолько что вряд ли я это дело когда-либо брошу на данный момент покраска это твое хобби или это основная основной вид деятельности нет это основной вид деятельности их хобби тоже в какой-то степени хотя конечно когда это основной на на хобби особо много инициативы не остается сложно заниматься хобби если ты 11 часов до этого занимался ровно тем же самым хочется как-то сменить деятельность хорошо как происходило твоя интеграция в среду художников и вообще она происходило ли это общение на форумах это посещение каких-то групп в социальных сетях и легко ли общаться в среде художников с кем-то вообще общаешься да практически ни с кем и интеграция она поехать проходил никак я все пытался какой-то момент влезть т.д. я сидел на форжике конечно я выкладывал на форжике ругались я не знаю я слился в какой-то момент летом отзывы какой-то момент не злился наоборот радовалось но как-то меня не получилось не получилось влиться в этот вот конгломерат художников как-то не знаю почему но я все время в старании и в итоге к этому так и пришло что я очень мало с кем из этой области общаюсь я не думаю что легко чужаку туда попасть особенно учитывая опыт опыт временной временной да да эти люди знают все друг друга довольно давно у всех там по 10-15 лет опыта и вылится туда условному новичку ну довольно проблематично потому что я как-то ну тоже все сидел на всех форумах я думаю что мы все интроверты в основном и наверное это и связано с тем что художники не общительные они больше там погружены в какой-то собственный мир мир вархаммера там или мир моделей и и мне интересно внешний мир менее интересен внешний мир соглашусь в том числе и по этой причине плюс как любые творческие люди я мы все очень болезненно воспринимаем любую критику даже если она хорошая и адекватная и даже если внешне никто не реагирует внутри скорее всего человеку обидно даже если ему сказали по делу если ему не обидно значит только то что он не старался когда это делал ну наверное у меня я наверно не стараюсь когда делаю потому что либо ты когда выиграешь да когда это не становится частью тебя когда ты воспринимаешь эти работы не как часть себя на то есть вот помнишь такое есть выражение что это это картина это мой ребенок или этот фильм это мой ребенок когда у тебя такого нет то наверное тогда ты воспринимаешь это типа а мне все равно потому что по сути потребитель твоей работы не тот человек который тебя критикуют да это тоже я не имею ввиду что ты там ночами не спишь из-за фрустрации что какой-то хрен на форуме тебе чё там написал ему ты хочешь сказать ты кто вообще такой ты чё сделал ты в этой жизни но все равно легкий легкая неприятность все равно остается другое дело что ты внимание на нее не обращаешься там через пять минут уже и не помню что кто-то там чё-то сказал тебя часто критикуют в интернете нет потому что мне никто не знает и я не сижу в тех местах где будут активно критиковать я практически не выкладываю в соцсетях своей работы ни к чему это просто хорошо а как ты тогда продвигаешься как приходят тебе клиенты как правило не сами меня находят и обращаются я даже не знаю как так выходит но пишут в личку в том же инстаграме ты кстати можешь передать карлу тронгу привет да да я думаю в этот момент мы вырежем да я я предполагал что мы работаем на одних и тех же людей периодически я с ним говорил общался и не спросил может быть ты хочешь чтобы я записал какое-то интервью с переводом английским вот он сказал что то было бы неплохо поговорить с тобой батюшки даже то да круто круто здорово хорошо значит получается ты выкладываешь работы в инстаграме да я так понимаю в основном в основном инстаграм свой блог иногда я выкладываю на пути in paint но мне сейчас не очень нравится какая там сложилась ситуация не то чтобы я там пользовался особой популярностью но сейчас стал как совсем неприятно там находиться ну да да я ограничиться более личным пространством то есть не потому что я критики опасаюсь а потому что мне чем нравится инстаграм он не позволяет но не то что не позволяет там как-то нет особо инструментов чтобы обсуждать либо тебе нравится то что ты видишь это там подписываешься на человека либо нет хорошо тебе не кажется что быть одиозным каким-то да когда тебя обсуждают даже с негативной точки зрения это более выгодно чем быть нейтральным каким-то да которым говорят что да да неплохо неплохо но вот знаешь вася песечкин или там коля какой-нибудь васечкин вот там устроил какой-то разнос или там сделку это провокационная работа провокационное высказывание тебе не кажется что это менее как бы коммерчески успешно на данный момент конечно мне не то что кажется я совершенно точно знаю что лучше быть даже но скандально чтобы тебя знали и это будет гораздо выгоднее но меня не то чтобы это очень сильно интересовало честно говоря для меня солдатике важнее то есть я своим делом занимаюсь хорошо но в то же время может быть просто твой внутренний мир не позволяет прибегать к таким к такому инструментарию потому что так или иначе мы все хотим быть более там условно известные более богатые более там еще что-то ну очевидно конечно я тоже хотел бы поменьше работать побольше получать побольше получать там похвалы но в целом стоит ли это усилий да может быть мне мешает совесть но я считаю что это не мой путь если я стану известней просто за счет того как я там делаю свое дело это будет здорово если нет ну я переживу и так как есть например но у меня есть определенное что ли не то что разочарование в людях но мне кажется что именно работы мало кого интересует потому что больше интересует вот есть такое понятие около футбол да какое-то вот около покрас или около вархаммер то есть это седьмая вода на киселе да например не читать книги но обсуждать события в книгах не играть в тот же вархаммер но обсуждать какие-то мемы из вархаммера не там не разбираться условно говоря в искусстве но рассуждать про картины какие-то но я не считаю что модели искусства вот смотря какие ну вархаммер если понятно конечно и я конечно какие-то там бюсты какие-то вещи которые можно краем отнести к моделизму на самом деле это не моделизм а уже декоративно прикладное искусство да есть такое понятие дпи вот но это не вархаммер ну то есть потому что в основном все меня ассоциирует с вархаммером потому что я крашу вархаммер вот но мы все красим вархаммер потому что на него самый большой спрос да и это по сути просто коммерция на мой взгляд потому что если бы мы хотели заниматься искусством мы бы наверное занимались бы искусством как на взгляд мир не идеален во-первых возвращаясь к тому вопросу ну да в целом это же явление не только к вархаммеру или солдатикам относятся люди вообще любят потрындеть не по делу касаясь какой-либо темы но не погружаясь в нее модель очки да действительно это не самое главное но они важны для меня они важны для людей которые ко мне обращаются и это для меня куда важнее чем все остальное и мир не идеален лавируем в тех условиях которые есть да мне хотелось бы тоже там красить два бюста в месяц так знаешь вальяжно 6 часов в день особо не напрягаясь выражать так сказать свое внутреннее я на этих фигурках такой возможности у меня нет и я прилагаю себя там где могу хорошо может быть мы не идеальны то есть обвинять внешние обстоятельства обвинять кого-то другого наверное легче чем сказать что например мое воспитание не подходит под реалии этого мира что на самом деле нужно быть там вот таким да там делать не знаю что то такое чтобы потом заниматься там не знаю творчеством да это как есть режиссеры которые снимают рекламу снимает какой-то непонятно что но условно говоря непонятно что это то что очень кассовое то что там что называется people have it получают какие-то там офигелиарды и при этом живут нормально и на эти деньги снимает кино которое естественно проваливается в прокате но это их кино с помощью него они выражают именно самого себя то есть сначала они получают материальные ресурсы а потом уже реализуют собственные хотелки может быть нас надо было так воспитывать надо было такое понимание мира закладывать тебе не кажется само очевидно по моему что моего там и воспитание характер не позволяет мне таким быть так что я не я не обвиняю обстоятельства я говорю о том что я не согласуюсь с этими обстоятельствами я не уверен что надо было так воспитывать вот мы посмотрим как вы вырастет поколение как они будут существовать в этом мире когда нужно быть акул допустим чтобы иметь коммерческий успех или нужно там делать шлак чтобы иметь коммерческий успех это все понятные вещи другое дело какой путь ты выбираешь я вот не могу по-другому я по-другому и не делаю знаешь если бы я мог я был бы более коммерческий успешно но у меня нет и три жилки но так или иначе ты можешь зарабатывать себе на жизнь с помощью моделей то есть так или иначе к тебе приходят люди и нельзя сказать что ты это какой-то underground правильно да и это меня безмерно радует потому что конечно было бы очень печально если бы я что-то делал вкладывая душу это не было бы нужно вообще никому хотя так оно и есть с теми там работами которые для себя делал они что-то вообще не пользуются никакой популярностью вытекающий вопрос из предыдущего что ты искал когда начинал красить модели и что ты нашел в них на данный момент я не могу сказать что я что-то искал то есть это же практически бессознательные процессы и я намеренно в них не копался не выискивал корни там первопричины просто как-то само оно шло мне нравилось нашим не нравится до сих пор и я не могу сказать что я вот сижу и думаю а вот значит я выражу себя через это очень сложный вопрос я не уверен что я хочу копаться в этих своих глубинных мотивациях и нет никакой уверенности что если я их найду они не убьют у меня всякое желание продолжать этим заниматься правда себе так сказать может быть я на самом деле когда если так посмотреть в прошлое то я для себя понимаю что эти ботиночки которые были мне в пору там в 20 лет сейчас я из них вырос но и конечно же если бы я мог посоветовать себе предыдущему чтобы делать естественно я бы не стал заниматься моделями если бы я все-таки захотел зарабатывать какой-нибудь там красками и кисточками то конечно я бы лучше бы я двигался по пути там словно классической живописи словно классического искусства да то есть потому что так или иначе но на мой взгляд вархаммер это все-таки вселенная для детей и и и так или иначе мы вырастаем из этого и вот как вырваться из нее и уйти куда-то в другое место я имею ввиду про роспись чего-то ну наверное достаточно сложно потому что у тебя портфолио у тебя опыт работы и все тебя знают ассоциируют именно с росписью там модели для игровых систем ты знаешь беда актеров одной роли помнишь такие вот есть люди которые там засветились в фильмах и их будут ассоциировать только там с комическими ролями или только с определенным типажом и потом у них вся жизнь не складывается из-за того что они один раз где-то успешно сыграли какой-нибудь электроника или алису селезневу ну в целом я понимаю конечно о чем ты говоришь но я по себе не стал советовать потому что я уже в свое время это выбор сделал я начал говорю уже взрослым человеком этим заниматься я по факту сменил работу с куда более прибыльной и куда более противный на то что мне нравится понимаешь выбор в пользу в пользу того что нравится а не того что прибыльно вот а насчет одной роли не знаю я не чувствую у себя вот такой вот беды во первых с вархаммером моделечки хорошие красивые там есть чем чем заняться во вторых я параллельно все таки крашу и бюсты и какие-то коллекционки для себя просто медленно потому что времени маловато но крашу я понимаю но и знаешь какая проблема в том что наверное рано или поздно человек хочет высказаться через картину через скульптуру через стих или там прозу да если ты долго расписываешь модели у тебя так или иначе какой-то навык есть появляется да и мне кажется через модели вархаммера ты не можешь какой-то месседж послать если вообще ты хочешь его естественно послать да в отличие от живописи в отличие от скульптуры в отличие от любого другого искусства даже театра модели тебя заключают в рамки и это первое во вторых здесь никто не ищет смыслов здесь ищет грамотные растяжки прямые линии каноничные паттерны брони и какие-то красивые там диорамы на мой взгляд так не могу согласиться полностью с тобой понятно что игровая модель на игровой подставке ну крайне сложно высказать через нее какую-то идею потому что ну это очень ограниченное пространство вот то есть если ты делаешь какую-то мини диораму пусть даже там на одну фигурку на небольшой базе но там проще с этим сделать потому что и фигурку подбирать чтобы высказывание сделать и обстановку и все что угодно вплоть до там сочетания цветов которым ты тоже что-то хочешь сказать а во вторых ну ты знаешь по моему процент людей вообще в общем которые ищут какие-то смыслы в чем-то он не так высокой здесь картина ничем не отличается от любой другой области люди вешают натюрморты на стену не потому что в них глубокое высказывание а большинство это именно натюрморт на стене или постер а никак не какой-нибудь полок которого я кстати не понимаю я самой возможности возможности есть но ты понимаешь как раз вообще в принципе вторичная деятельность это как раскраска детская то есть картинка то уже есть ты просто наносишь цвет другое дело что с помощью этого все-таки что-то можно сказать я думаю что роспись модели с вархаммера и игровых моделей это ну действительно как ты сказал раскраска по номерам знаешь такие есть для детей а есть для детей постарше там для женщин которые берут в первый раз кисточку у них какой-нибудь тигр и уже заготовлены замешанные баночки там с акварелью или гуашью и они с акрилом и они рисуют этого тигра где выделены области написано там красочка номер пять красочки номер семнадцать а вот это сейчас модно очень близко но я все-таки немного другую аналогию склонен привести больше похоже на вышивку крестиком потому что мастерство какой-то какой-никакой но требуется паттерн есть с которым ты это вышиваешь то есть ты не делаешь ничего по факту нового но мастерство все-таки нужно чтобы аккуратно это все сделать но да да это глубоко вторично но в то же время как бы вот как раз самое неоднозначное в этом что как скульптура вот эти миниатюры допустим двадцать восемь миллиметров они без покраски тоже ведь неполноценны понимаешь это взаимодополняющие вещи если кто видел в хорошей росписи миничку он из серого пластика или смолы миничку уже не воспримет как искусство ее надо расписать и надо расписать хорошо хорошо может быть ты хотел бы или хочешь или возможно в будущем захочешь переключиться на какие-то более классические формы это может быть интерьерные какие-то вещи да то есть это может быть скульптура более в большом масштабе и более например для широкой публики к примеру какая-нибудь там Венера или какой-нибудь там воин на средневековом коне средневековый воин на средневековом коне никогда не думал о более таких что ли широких более больших рынках классических скульптур я постоянно об этом думаю не столько о скульптуре вообще о каком-то приложении еще более то есть я не знаю рисовать лепить действительно заняться чем-то более классическим мне просто честно говоря становится тесновато в рамках солдатиков хочется чего-то еще да это особенно видно например вот я с Кириллом когда говорил тоже задавал вопрос потому что знаю что уже сколько-то лет он собственно практически не красит миниатюры 28 миллиметров а в основном это гюсты либо какие-то работы более большого масштаба и жанр другой жанр это более жанр возможно исторически да это какие-то бюсты по второй мировой по каким-то персонажам из средневековья или из азии это какие-то самураи либо еще что-то такое я слышал послушал подкаст где ты высказывался о исторической модели что это скучно а что ты скажешь о историческом бюсте например да когда это может быть не наполеоник а к примеру какой-то более вольный стиль к примеру пират либо какой-нибудь друид что-то о таком вот ты думал но это же совершенно другие вещи я высказывался именно о игровой исторической миниатюре там некуда приложить вообще ничего если на нее внимательно посмотреть господь да там лепка то не позволяет ничего сделать бюст это вообще в принципе другое приложение усилий чем миниатюрка там 28 или даже 32 миллиметра совершенно другая область и пространство для действий там куда больше то есть даже если взять допустим там да господи пусть даже ту же наполеонику куда больше возможностей показать где был этот персонаж до того как вот он попал в бюст чем он занимался валялся он может в грязи или он только с парада понимаешь на 28 миллиметров но это очень условно можно передать его состояние и ту атмосферу в которой он находится мне в этом плане кстати очень нравится показательная вещь это так называемый академик бюсты то есть учебные бюсты и по-моему банши выкладывал целую серию как раз одного и того же бюста как он при помощи вот как раз теней каких-то тонких деталей давал совершенно разный характер персонажу вот абсолютно от эмоций до обстановки возвращаясь тоже к моделям сейчас на данный момент ты работаешь над армиями либо над синглом в большей степени скорее над отрядами в целом это все равно растягивается в армию но вот если бы это был допустим запрос на прям конкретно вот большую армию от сих до сих я бы наверное не потянул потому что слишком однообразно а сейчас мне есть возможность чередовать разноплановые миниатюры я предпочитаю конечно сингл или небольшие отряды но то что мы предпочитаем не всегда соотносится с той реальностью в которой мы живем какой у тебя опыт был с первым заказчиком как ты его получил помнишь да мне по знакомству просто один знакомый сказал что другой знакомый не против чтобы я бы покрасил армию я согласился и покрасил это именно было что армия то есть у меня есть опыт покраски именно армии от начала до конца именно поэтому я говорю что я предпочел что-нибудь другое да это было долго это было сложно потому что параллельно с работой все это делалось но я справился да как ты можешь охарактеризовать работы или работы художников которые тебе нравятся и как ты можешь охарактеризовать работы которые тебе не нравятся от которых ты устал я безумно устал от современных тенденций с комиксом просто вообще вот эти пестрые цвета вот эти глубочайшие тени глубочайшие контрасты это просто они как под копирку сделаны они технически непревзойденные я в жизнь так не сделаю но смотреть на них уже нет никаких сил это скучно ты имеешь ввиду армии или сингл и армии и сингл это одна тенденция на самом деле сейчас существует если мы говорим о каких-то насыщенных цветах то наверное это почти было всегда на мой взгляд потому что когда там я вспоминаю период какой-нибудь 2009 года 2010 года все хотели и все писались от candy colors да смачные такие цвета с глубокими тенями с контрастными высветлениями какими-то мне кажется это достаточно было всегда может я что-то не туда смотрю или ты более какое-то хочешь конкретное какую-то тенденцию выявить из этого нет смотри это было всегда этого хотели а сейчас это появилось очень в больших количествах понимаешь когда хотели этого было немного это действительно было как бы очень ярко по сравнению со всем разнообразием которое было но на мой взгляд потому что в ретроспективе где-то вот как раз наверное с 2000 по 2010 там очень много всякого интересного происходило и половина из этого сдохла в миниатюрах вот а сейчас этого стало ровно столько сколько хотели раньше плюс сейчас меня конечно угнетает нынешняя эпоха потому что это эпоха фотографии миниатюр это не эпоха миниатюр как таковых не важно даже это там символы 28 или бюст они не то что хорошо сфотографированы они красятся для того чтобы быть хорошо сфотографированы вот эта имитация на бюсте картины 2d по большому счету за счет освещения теней это же не так просто как кажется то есть понимаешь если настоящий мастер делает то ее потом как не поверни она прекрасно выглядит но большинство делается именно под то чтобы сфотографировать под определенным углом и выложить но это на мой взгляд я не могу утверждать что все так и есть но я вижу это так и когда ее начинаешь вертеть вся эта чудесная картина она сыпется на полосы на какие-то там тени невнятные в общем беда ну наверное ты сейчас говоришь о том аспекте что есть и в классической скульптуре есть такое понятие как угол обзора на ту же картину да угол обзора на ту же скульптуру когда есть скульптуры ориентированные в пространстве и угол их восприятия задан например рамками их постамента когда ты физически не можешь зайти там например и посмотреть со спины это когда скульптура ставится в нишу например да либо ставится когда у нее спина закрыта каким-то какой-то стенкой да это например такое как в мемориальных комплексах да у нас есть какая-то гранитная стенка с надписями и стоит к примеру статуя солдата и она изначально сделана так чтобы работала во фронт и 30 градусов влево 30 градусов вправо а сзади она ну заграничена стеной нашей да гранитной наверное это не то что плохо наверное это один из одна из вещей которые существуют и гипертрофирование к примеру те же кариатиды да вот в том же петербурге или даже скульптуры того же Владимира Ильича Ленина они сделаны с искажением пропорций это связано с тем чтобы мы подходя ближе да возлагая те же там цветы не воспринимали что у нас вот огромный ботинок Ильича и вот такая вот маленькая голова сверху потому что есть перспективы да и у нас те вещи которые в отдалении они кажется меньше чем те вещи которые сближе и в этих скульптурах изначально есть диспропорция то есть у нас более большая голова более широкие плечи и зауженная талия зауженные ноги чтобы подходя ближе мы воспринимали это как-то соразмерно даже вот в греческой архитектуре есть такое там интерколумнии да когда у нас колонны если ты замечал они снизу воспринимаются более ровными чем это связано с тем что они имеют неравномерный диаметр то есть у нас колонна кверху сужается не постепенно а имеет такой радиальный такой вот радиальное сужение это связано с тем чтобы колонна воспринималась гармонично с точки зрения когда человек стоит близко к ним вот я понимаю о чем ты говоришь про фотографии я так как я не посещаю выставок я буквально на выставках был два раза и я могу говорить только о фотографиях работ в интернете ну наверное еще от себя добавлю что зачастую обыватель не может посмотреть на фотографии насколько эта модель интересно выглядит в реальности да когда ты конечно красишь их много и ты эту краску видел уже спереди и сзади и снизу и сверху то ты понимаешь что что в реальности например вот здесь плоский цвет и он выглядит хорошо только потому что там хорошо свет выставлен да и зачастую мне интереснее смотреть на фотографии незавершенных работ либо на фотографии в естественной естественном окружении когда ты видишь что не искажены цвета не искажены тени у окружения да то есть например работа стоит на столе либо например эту модель держит кто-то в руках либо стоит эта модель там на полочке в лайтруме еще никто не обработал эту фоточку да 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 вот и это как бы на такое мне интереснее смотреть потому что я могу понять насколько оно не постобработано ну да очевидно я с тобой соглашусь мне вот эти випы тоже интереснее единственное что я все-таки хотел чуть-чуть вернуться к предыдущему понимаешь когда делается скульптура которая очевидно будет стоять там в нише и к ней никто не подойдет сзади это немного другое когда ты на заказ расписываешь бюст и человек его потом возьмет руки в руки и будет вертеть со всех сторон и смотреть по моему ну бессовестно просто предоставлять такое я может быть я не совсем точно уловил о чем ты говоришь да может я понял как-то пристрастно что возможно есть еще такой момент когда бюст ставят например на полку и нужно чтобы он воспринимался хорошо вот с фронта да а на задней как бы нам все равно это понятно нет я не имею ввиду что он со спины плохо покрашен но угол бывает настолько точно понимаешь вот то есть я видел вот эти примеры я не говорю что все так красить но я видел примеры когда человек даже сфотографировал чуть не под тем углом и все посыпалось знаешь вот все сразу просто плюс человек который это получит он возможно и не очень-то понимает понимаешь нужно понимать что он может в искусстве вообще не шарит он просто хочет вот этот красивый бюст себе на полку он будет вымерять вот этот угол чтобы смотрелось хорошо а может он боком его хочет поставить а может он переедет короче я зато просто чтобы ну пусть менее эффектно но хорошо при практически любом угле смотрелось миниатюра разве что снизу нет потому что сделать чтобы она еще и снизу хорошо смотрелось то есть это отдельный вид искусства угу знаешь ведь видел некоторые модели ставят на мини диораны когда сзади стеночка например стоит помещают да 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 может быть проблема бюстов то что и сзади надо какой-то задний к ним приделать чтобы они не распадались чтобы так физически ограничить угол на восприятие да как вариант почему нет я же не говорю что это вот проблема принципиальная просто ее никто решать не хочет это все ну боюсь громкие заявления делать но это делается ради популярности все-таки фоточек понимаешь не для человека который заказал а для того чтобы как можно больше на тебя внимание обратили именно в интернете потому что фотки безумно эффектные выглядит это все просто восхитительно хорошо популярность и уровень художника они как-то связаны или или это скорее обратно какая-то пропорция когда с интеллектом и успешностью вообще интеллект спорная вещь на мой взгляд это отдельная тема потому что действительно есть умение человека и есть какой то такой вещь там не знаю как мудрость да то есть многознание не добавляет мудрости да это как компьютер который знает все что угодно google который знает все что угодно но это просто функции а когда нет цели какой то да то бессмысленно человек может получить там два три пять высших образований но если он не умеет ими пользоваться в реальной жизни то ну наверное это не стоит того лучше сразу идти там в киевсе не тратить время потому что если у тебя нет четкой цели для чего ты это делаешь то наверное нет смысла получать какие то навыки на мой взгляд да это вот понимаешь в чем ловушка твоей точки зрения для того чтобы это осознать тоже мозги нужно ну у нас есть родители у нас есть общество которое может подсказать на мой взгляд вот когда мы упираемся в какие то статусы да там вот вот обязательно нужно иметь высшее образование обязательно нужно что то что то ведь замечательный какой то человек без образования он абсолютно тоже нужен там какой то там не знаю что выполнить работу которая не требует институтовского образования к примеру там выпить хороший хлеб или там правильно там заборонить поле да очевидно как бы это все понятно другое дело что статусность все равно глаза застилает и не факт что родители тоже достаточным разумом обладают чтобы направить в общем как повезет ну учитывая какая сложилась ситуация как видишь недостаточно вот этого осознания у нас все продавцы с высшим образованием педагогическим часто правильно ты получишь и товар и наставление в жизнь да да тоже неплохо товар в нагрузку так сказать ну возвращаясь к вопросу твоему я не вижу четкой корреляции между уровнем и популярностью скорее наоборот да да нет не могу сказать что наоборот вот не могу я вообще не вижу особой вот прямой какой-то взаимосвязи обратно или прямой опять же переносить все это можно на любую область деятельности но как бы ты видишь там в музыке допустим четкую корреляцию между мастерством музыканта или там талантами душой в этой музыке и популярностью или не видишь и в искусстве и в кино то же самое что ты вот подразумеваешь под душом душой в искусство то есть душой фильме душой в миниатюрах это что значит я не знаю это настолько эфемерно в том-то и дело что это вообще выходит за область разума это на уровне чувств происходит это очень сложно как-то выразить словами именно поэтому это такому скепсису подвергается постоянно в том числе и с моей стороны с чего со стороны человека который этим понятием оперирует потому что я не могу обозначить что это просто но либо я это чувствую либо я это не чувствую когда вот вижу произведение а тебе не кажется что у нас очень завышенные требования какие-то и зачастую они манипулятивны когда нужно знаешь не какая-то навороченная супер эксклюзивная машина для того чтобы просто на дачу возить цветы да и то же самое здесь утилитарное искусство да это просто роспись модели чтобы она была там аккуратная она ее хотелось ставить на 100 и хотелось играть но в то же время мы смотрим на это и говорим ну ты же художник почему вот она такая же точно там как и в кодексе или там предыдущая работа почему ты не смог поставить какую-то сверх задачу себе сверх цель чтобы добиться эффекта вау и прорыва может это и не нужно делать может и нужно утилитарное искусство ведь мы же едим из обычных тарелок не у каждого фарфор какой-то невероятный тебе не кажется что ты загоняешь в те же рамки но с другой стороны место это должно быть и для того и для другого но да у нас действительно завышенные требования а действительно это так а я скорее я скорее говорю с той позиции с той позиция игрока да меня всю жизнь хотелось в детстве хотелось собрать армию и играть и я не говорю что покраска была там на первом плане на втором естественно чем интереснее покрашенные модели тем тем ты больше получаешь какое-то эстетическое удовольствие но знаешь когда я собирал там армию больше десяти лет а потом просто закрыли систему игровую до фэнтези баттлы эту просто лопнули и я смотрю на людей которые годами не могут покрасить себе армии до пытаясь пародировать художников которые там не имеют другой работы а просто красят там сингл какой-то одну модельку в мм и люди смотрят на это вау я хочу точно так же но только армию и это невозможно чисто физически чисто технически сделать армию самому ходя на работу себе на таком уровне потому что здесь одна работа сделана художником который там всю жизнь условно говоря красит сингл ты хочешь то же самое сделать сам самому на целой армии и поэтому я смотрю на это и мне лично не хватает обычных игровых хороших армии когда я не вижу что человек чтобы достигнув достигнуть этого результата там не знаю развелся с женой ушел с работы зато у него на всех спейсмаринах грани подведены я хочу чтобы в этом в этой сфере было меньше боли люди молода люди более свободно относились более творчески по росписи моделей я мне не нравится вот этот вот покраса какой-то шевинизм там вот она должна быть вот так или никак ну поэтому я и говорю каком-то утилитарном покрасе на какой-то утилитарной росписи когда не каждому майбах не каждому вилла не каждому там я не знаю что 500 миллиардов на счет нужно какая-то разумная разумный какой-то компромисс общество не хочет разумного компромисса какой-то максимализм ну понятно что он детский но хочется сказать ребята давайте расслабимся как бы и получим удовольствие именно от игры и от росписи моделей они от каких-то сверх космических результатов на этом мой взгляд на мой взгляд кажется да нет я с тобой вполне соглашусь я просто думаю что нам нужно время у нас не так много лет культуре варгейминга чтобы она хотя бы более-менее устаканилось не так много людей занимаются через какое-то время если все это совсем не заглохнет будет именно как так как ты сказал то есть будет заповеднички для отбитых тип меня и основной массы которые вообще вообще не париться хотя про себя ты ему я могу сказать что меня тоже никаких особо требований к другим людям он как мог так и покрасил но я бы не радикализировал что какие-то отбитые или но я у вас знаешь это как мы идем там играть футбол и или там кто-то занимается баскетболом как хобби и очень странно подойти к человеку который занимается баскетболом как хобби сказать а чего ты не два метра ростом и чего ты не кидаешь мячик как профессиональные спортсмены да или почему вот приходишь заниматься железом и ты там не колешь себе там вот вот этот вот список препаратов и не выглядишь так как вот тот дядя который там пол жизни и печень положил для того чтобы стать мистером олимпия или там пожать что-то или что-то поднять ну вот покраски наверно то же самое не на мой взгляд должно быть но да и так она и будет со временем перестанутся от всех требовать каких-то сверх результатов но вы плюс это же критика воспитывает в том числе вот такой подход непрошенная интернет вообще полон непрошенной критики так что ты хочешь не ты выкладываешь что-то там накрасил армию там 30 аккуратно хорошо хотя говорят а тут не подведено а вот это не подведено следующий раз что ты сделаешь ты захочешь об тебя похвалили ты начнешь подводить или бить в нос ну вот в этом и беда интернет потому что в реале то можно вгрызл дать за непрошенные советы а там ты чего-то он написал новым ты хочешь не хочет и уже прочитал понимаешь мысли вирус те подселили там да 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 разведить то уже нельзя хорошо насчет модели как искусство на каком этапе это ты мог бы сказать что вот эта модель это уже искусство это какие критерии должны быть в модели ой какой сложный вопрос то вообще насчет этого это же вообще общий очень сложный вопрос в какой момент мазня становится искусством какую область не возьми не знаю нет никаких критерий то есть бывает совершенно очевидный случай когда и претензий то нет хотя в голове у человека может и есть но модельки явно то есть там искусством ты не пахнет но это достаточно очевидные вещи все остальное размытое знаешь там обитают драконы в этой области лучше конечно не конкретизировать такое есть такое мнение возможно ты знаешь такого писателя пелевина и не нравится нет не в этом дело но это такое есть что сказать по этому поводу она хорошо него есть рассказ такой айфак называется там как раз про искусство про около искусство и если так в двух словах конкретизировать то там сделать можно вывод что когда что-то начинает быть с конкретным ценником высоким и на этот ценник высокий дают свое согласие цензоры да они по сути и вешают как бы критики этот высокий ценник то это считается искусством по сути здесь мы переводим искусство в разряд что что искусство это конкретное количество нулей под ценой произведения ну я бы конечно не обобщал насчет конкретного количества нулей но да как у художников есть настоящих который картинки что продал молодец то есть все таки для себя другая какая-то формула до работает не ценообразование пресловутая душа о которой очень сложно сказать что-то конкретное да это говорю он вот на мой взгляд я не могу говорить что вообще так и есть а на мой взгляд это все вообще выходит за рамки разума говорю за рамки сознательного это совершенно на уровне чувства инстинктов происходит и именно поэтому это столь индивидуализированных для кого-то это красивое искусство для кого-то это некрасивые и искусство другое дело что откровенная мазня искусством быть не может понимаешь но по факту если это там собака носом рисует картину как ни крути это не искусство сколько нулей за это не давали это перформанс может быть это модно может дорого стоить но ничего в этом такого нет вот примерно так также как и красивый закат красивый восход что не так с красивым закатом красивым восход но я имею ввиду что творят творца тут нету как человек но это же не искусство это природное явление она может сколько угодно тебя впечатляет но как минимум она не сохранится я провожу просто параллель между собакой рисующей носом а нет собака может что-нибудь интересное нарисовать на что тебе приятно будет смотреть но вряд ли это можно назвать искусством да именно так ты хотел поговорить о покраске в общем если мы не затронули что-то до этого то можем развить куда-то разговор не знаю мне кажется мы в большинство основных тем задели мне весьма интересно так что если у тебя есть еще что сказать я с удовольствием оспорю видишь оспоришь аргумент контраргумент да я в принципе тоже наверно задал большинство вопросов которые было интересно задать на самом деле скорее ты их сам задавал мне а я только озвучивал если у тебя есть что сказать слушателям по поводу таких вопросов стоит ли заниматься росписью и если да то почему и как стать художником по твоему мнению принципе ты можешь какие-то советы выдать в эфир будет интересно всем я думаю я дам очень простой совет заниматься тем нужно что нравится наш если вам нравится расписывать миниатюрки или красить неважно это жаргон название или официальный не имеет значения то лучше этим заниматься если вам не нравится господи отдайте если вам нужна армия и вам не нравится красить отдайте кому пусть он там покрасить я не знаю заработать лучше денег займитесь тем что вам нравится потому что если вы будете заниматься этим через силу и даже если вам понравится результат вы все равно придете этим делиться, токсичный. И зачем это кому-то нужно? Не страдайте. Самое главное. Многовато и так страданий, чтобы еще тут сознательно себе его добавлять. Субтитры подогнал «Симон» Симон «Симон»